Заявление руководства Армении о включении в переговорный процесс по армяно-азербайджанскому Нагорно-Карабахскому конфликту представителей сепаратистского режима Нагорного Карабаха направлено на нарушение переговорного процесса и сохранение основанного на оккупации неконструктивного статус-кво неприемлемо, заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. О том, какие цели преследует новое руководство Армении, мы поговорим с гостем в нашей студии, политическим обозревателем CBC Рашадом Давудом. Здравствуйте, Рашад. Здравствуйте. Чего добивается руководство Армении, в частности Никол Пашинян, продолжая настаивать на участие представителей сепаратистского режима Нагорного Карабаха в переговорном процессе в качестве полноправного участника? Создается такое впечатление, что Никол Пашинян, у которого прошла эта уличная эйфория, назовем ее так, ужаснулся тому огромному кому социально-экономических проблем, с которым столкнулся Армения и которые ему предстоит решать. И поэтому он запаниковал и решил таким образом сбросить бремя ответственности за урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта на незаконный сепаратистский режим в Нагорном Карабахе. Но, разумеется, такая постановка вопроса абсолютно абсурдна. Об этом уже заявили в МИД Азербайджан. Вот заявление вы только что привели. Во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана подчеркнули, что эта позиция абсолютно неприемлема. Именно вооруженные силы Армении оккупировали азербайджанские территории. Стало быть, именно Армения является государственным агрессором, является стороной конфликта и ей никоим образом не удастся избежать международной правовой ответственности за свои действия. Таким образом, все попытки впихнуть в переговорный процесс карабахских сепаратистов заведомо обречены на провал. Что касается Пашиняна, то ему пора бы уже понять, что все проблемы Армении связаны непосредственно с продолжающейся оккупацией азербайджанских территорий. Решить эти проблемы без освобождения азербайджанской территории невозможно. Но если Пашинян задался целью использовать методы предыдущего руководства Армении, то в этой ситуации остается лишь посочувствовать армянскому народу. Ну вот, касательно ваших слов, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что новому руководству Армении не следует повторять ошибок прежних властей и надлежит проделать серьезную работу для скорейшего урегулирования конфликта. Начать реальный переговорный процесс, а не продолжать его имитацию. Способен ли Пашинян вынести уроки из ошибок своих предшественников? Заявление президента Азербайджана очень четкое, и Армении следует прислушаться к нему. Потому что если из-за недальновидной политики армянских властей переговорный процесс вновь зайдет в тупик, то эта недальновидность будет стоить Армении очень дорого. Пашинян должен это осознавать, должен делать выводы какие-то. Иначе он должен понимать еще один важный момент. Едва ли армянский народ готов себя подвергать новой опасности. И в случае, если он почувствует, что Пашинян не состоялся как руководитель, то он также потеряет свою власть таким же путем, каким, собственно, он сам пришел к власти. Поэтому у него просто нет других вариантов. Он должен делать правильные выводы. В противном случае Армению ожидают новые, огромные, тяжелейшие проблемы. Президент Азербайджана однозначно заявил, что территориальная целостность страны будет непременно восстановлена. Не путем переговоров, так и военным путем. Поэтому, я еще раз повторюсь, Армения должна быть заинтересована в налаживании конструктивного диалога с Азербайджаном и проведении полноценного переговорного процесса. А могут ли международные посредники повлиять на новые власти Армении с тем, чтобы они заняли, наконец, конструктивную позицию в вопросе урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта? Ответ на этот вопрос станет известен в ходе ближайшего визита сопредседателя Минской группы ОБСЕ в Ереван. Также уже состоялись первые контакты министра иностранных дел России со своим новым армянским коллегой. Хочется надеяться, что посредники смогут довести до нового руководства Армении, что их неконструктивная позиция в процессе урегулирования может только усугубить ситуацию. Сопредседатели должны проявить принципиальность в этом вопросе. Это очень ответственный для них момент. Спасибо за ответ. Спасибо. О попытках премьер-министра Армении затормозить переговорный процесс по Нагорно-Карабахскому конфликту мы говорили с гостем в нашей студии, политическим обозревателем CBC Рашадом Давудом. Продолжение следует...